Так, кто еще не видел, не слышал, не знает, меня зовут Яна, я из правозащитной организации Human Constanta. Я сейчас сначала сделаю небольшую вводную про инструментами, которыми мы можем пользоваться, как функционирует Zoom, что здесь можно нажимать. Собственно, основное, что вы будете видеть, это экран, где будут выступать наши выступающие. Вы можете писать в чатик, если вы нажмете на панельку внизу, посмотрите на панельку внизу, там будет чат, участники. Вы можете посмотреть участников, можете писать в чат, и когда вы откроете участников, под этим списком у вас будут реакции. В реакциях есть такая кнопка, которая называется «поднять руку» или «raise hand». Если вы хотите что-то сказать, вы можете нажать эту кнопку, и я дам вам слово по умолчанию. Все будут замьючены, то есть чтобы не было лишних случайных или неслучайных звуков. Эта функция будет вам самостоятельно недоступна. Но если вы захотите сказать, мы вам дадим эту возможность. Также наша сегодняшняя встреча будет записываться, потом мы запись выложим в YouTube, так же, как было с нашими предыдущими токами. Поэтому учитывайте это, когда вы что-то там говорите, включайте видео и так далее, чтобы не было никаких вопросов лишних. Собственно, это все, наверное, такие правила основные. Сегодня у нас онлайн-ток про Civic Tech, про гражданские технологии, технологии гражданского общества в связи с нынешней ситуацией, с пандемией, с коронавирусом. Очень многие организации, инициативы, бизнесы и очень разные люди начали придумывать классные, крутые, помогающие вещи, которые могут решить какие-то проблемы, связанные с ситуацией, могут помочь государству, могут помочь людям. Сегодня мы собрались, собственно, за тем, чтобы немного послушать, какие интересные события происходят в разных странах нашего региона, может быть, не только нашего региона, и обсудить вообще, как это влияет сейчас на жизнь, насколько это помогает, и что со всем этим будет потом. У нас в сегодняшнем разговоре участвуют наши разные друзья из разных регионов. И, собственно, мы, наверное, с чего мы начнем? Начнем. Я думаю, что с наших друзей из Украины, Дмитрий, можете рассказать, вот что вообще у вас в Украине происходит, то какие есть интересные организации, инициативы, о чем вы знаете. Хорошо. У нас много чего происходит, конечно. Но в связи с ковидом онлайн-ситуация такая. Очень много факт-чекинговых инициатив, потому что, опять-таки, все эти мифы, додумывания, паника, все дела. Поэтому StopFake, наш такой флагманский локомотивный проект, может быть, слышали, вот он запустил такую специальную секцию, опять-таки, про коронавирус. Vox Ukraine, тоже еще один очень мощный аналитический проект из Дании, тоже рушит миры про пандемию. Ну, в том смысле, что она не происходит, в том смысле, что если люди не понимают и следуют каким-то сторонним версиям заговоров и прочего всего такого. Еще есть целых две новых инициативы специально под это. CoronaFakes. Там безбрыхни. В общем, проверяй, не проверяй. Публикуют еще там топ-мифы. Вот это то, что можно делать быстро, потому что журналисты, они, как бы, очень такие гибкие, оперативные, очень такой instant feedback дают. А вот именно разработать какой-то Civic Tech, это больше времени все-таки ходить надо. Я нашел одну специализированную программу, называется Poboremo COVID-19, то есть преодолеем вот этот подлый вирус. Значит, там множество функций закачиваются на телефон. Можно тестить симптомы, информировать, если не контактировался с человеком, инструкции, что делать, если вдруг там температура, какие-то еще подозрительные вещи происходят. Бронируется онлайн-очередь в больницу и приходит куча всяких сообщений. То есть вот есть прямо вот именно одна такая специализированная. Еще много чего происходит, но я думаю, у вас будут еще вопросы или мне прямо вот выдать вам все сразу? Ну, у меня сразу два быстрых, наверное, вопроса. Во-первых, есть ощущение, что основная проблема, которая существует, это дезинформация и фейки, потому что вы сейчас перечислили так много инициатив, которые именно связаны с этим. Вот. А второе, вот эта инициатива про симптомы. Ну, во-первых, да, очень много, я так понимаю, во всех регионах. Первое, что делают, это вот эти инициативы, введите симптомы, там, померьте температуру, пофоткайтесь, потому что люди переживают. Я тоже болела на прошлой неделе и лежала каждые 10 минут, уже думала так, мне уже тяжело дышать или нет, мне уже пора бежать в больницу или нет. Вот. Это как-то, наверное, снижает тревожность. Но вот насчет записи в больнице и так далее, то есть правильно ли я понимаю, что каким-то образом это приложение, да, или эта функция, она связана с какими-то государственными госуслугами или чем-то таким, или каким образом происходит этот процесс? Вот в деталях не скажу, не знаю, да, не разбирался, но точно знаю, что это неравномерно, да, то есть это не все больницы настолько оцифрованы, что можно было записаться. Вот. Это один момент. Во-вторых, опять-таки, не всегда врачи могут быть отзывчивыми, люди там пишут всякие возмущенные посты о том, что там не приезжают, не тестируют тесты, не сразу выдают. Вот, в общем, очень неравномерно. Но, по крайней мере, движение есть. А есть еще какие-нибудь, допустим, инициативы, появившиеся, ну, связанные не только с фейками и с лечением, ну, и непосредственно с симптомами, в смысле, а какие-то, не знаю, решения, каких-то проблем, не знаю, там, помощь врачам или что-то еще, какие-то вот прям интересные, чего вы больше нигде не видели, например? Сейчас. Там мониторинг есть медицинских всяких товаров, да, всякие маски, перчатки. Это очень важно, чтобы, опять-таки, понимать, где есть, где нет. Больница может в худшем случае там закупить, но приберечь на черный день, да, вот. Уже черный день наступил, но вот нет, если же такое некоторое мышление, что, типа, нет, надо, чтобы, а то вдруг мы используем неправильно, а нас потом, значит, отругает. Поэтому вот прозрачность, мониторинг, вот да, тут оно есть, тут тесты, столько, и тогда люди могут идти. Конечно, кроме глобальных, еще есть именно украинские карты о случаях инфицированных, заболевших, умерших, выздоровевших. Причем их аж три. Три карты с разными данными. Можно сравнивать, да, там, паникеры могут идти в одну карту, там, оптимисты в другую. Значит, неофициальные, понятное дело, показывают более высокие значения. Официальных сайтов аж два, один от Рады соцбезопасности и второй от Центра общественного здравоохранения. Ну, как бы, люди там критикуют, что, типа, вот, занижают цифры, но, как бы, я не знаю, я не эпидемок, да, просто говорю, что есть разные платформы с разными данными. Значит, Кабмин запустил веб-сайт про ковид, Министерство создало охранение, сделал телеграм-канал, вот это, как бы, для них инновативно, новые медиа, все дела. Журналисты очень сильно скопирировались, значит, есть в Facebook группы, там, на 500 и больше человек, где они дают как бы путеводитель, да, по ковиду с инфографикой, визуализацией, интерактивом, вот, и это, на самом деле, грантовый проект, то есть, вот, некоторые организации международные, они очень быстро сориентировались, в принципе, они иногда согласовывают даже между собой свои действия и быстро оперативно реагируют на ситуацию, вот, он, например, сделал целый хакатон вместе с министерством цифровой трансформации, вот, что-то получится, что оттуда как бы выйдет, я еще не знаю, что реальность за MVP перейдет в работающие, из этих прототипов в работающие версии, но, по крайней мере, это запущено, стартовало, то есть, они быстро выделили деньги, происходит, множество, а, НСТ Интернешнл Украина, опять-таки, сделал путеводитель, какие-то истории людей, которые сидят дома, и что они вот, не зря сидят дома, а с какой-то пользой публикуют, чтобы поддержать вот эмоциональное состояние людей, поэтому, да, много чего происходит, но я считаю, что нужно иногда и переключаться, не только, вот, о пандемии говорить, слушать, а еще что-нибудь там, с друзьями, с людьми, с активистами, тогда жизнь будет как-то полнее, а то эти 30-40 ресурсов, это ж, у нас этим можно. Да, я согласна, очень много информации сейчас про ковид, очень много ресурсов, которые говорят именно об этом, я знаю, буквально один, наверное, ресурс, про, когда американская какая-то организация или инициатива, они сделали такой онлайн-бар, куда можно подключаться, вот это, я думаю, именно для коронавируса, вот это, я думаю, это прикольно, когда надоедает слушать про коронавирус, ты идешь просто и выпиваешь с рандомными людьми из разных стран, либо со своими друзьями. Я вижу, что Татьяна хочет что-то добавить, Татьяна, вам слово. Вам слово, вам слово. На самом деле Дмитрий много уже сказал, но мы тут с одним моим коллегой из одного Think Tank краудсортили в Фейтбуке разные инициативы, связанные с COVID-19, и нам там в комментариях столько всего накидали, что мы потратили, ну я потратила несколько часов, пытаясь просто систематизировать информацию, потому что на самом деле Дмитрий прав, очень много всего интересного происходит, и тут скорее сложно разделить, где там Civic Tech, а где нет, потому что, ну особенно в условиях тотального карантина, в котором, как бы мы находимся в Украине уже там, кажется, 12 марта, как бы все ушло в онлайн, да, и тут как бы без технических решений вообще никак не обойтись, и поэтому все в той или иной степени используют какие-то технические, какие-то платформы, да, онлайн, какие-то инструменты, и, наверное, основная тенденция это то, что используют то, что люди и так уже используют, то есть тут Дмитрий тоже прав, люди идут туда, где уже сидят люди, а потому что создать что-то новое, что-то другое, запустить его довольно сложно, но если позволите, я чуть-чуть, вот я попыталась состематизировать, я просто пройдусь по направлениям, что вообще происходит, сначала начали появляться просто такие сети взаимопомощи, ну, если говорить о гражданском обществе, в основном это через социальные сети все организовывалось, разного рода фейсбук-группы, инстаграм, страницы, особенно популярная группа в вайберах, в телеграмах, особенно какие-то местные, локальные, в регионах, и эти сети взаимопомощи в первую очередь были нацелены на помощь, например, медикам, а также каким-то менее защищенным разным группам населения, таким как пожилым людям, бездомным, а также отдельно была организована помощь военным, которые находятся на востоке Украины, нашим внутренне перемещенным лицам, вот, и разного рода были инициативы, одно из первых, наверняка, Дмитрий тоже видел, это были разного рода инициативы, под которые свозились с ТЭПО. Так, Татьяна, что-то у вас не слышно стало? Ага, все. А ну-ка, лучше? Да, да. Это когда общественность транспорта открылся, люди самоорганизовались для того, чтобы организовать подвоз медицинских работников на работу, вот, потом, как бы, разные блогеры объединились, начали появляться популярные страницы, которые занимались разного рода краудфандингом и краудсорсингом, сбором средств, например, на продукты питания там пожилым людям или там просто помощь пожилым людям и в то же самое время сбор средств или организация доставок или там закупок разного рода медицинского оборудования тем же там медучреждением и так далее, и так далее, а потом потихонечку эти как бы сети взаимопомощи начали между собой координироваться, то есть в какой-то момент этих инициатив стало очень много и, а, и да, Дмитрий сказал, информационная безопасность тоже отдельное направление, действительно появилось, параллельно появилось много разных инициатив про факт-чеки, по факт-чекингу и распространение разного рода список информационных каналов достоверной информации, даже на том же сайте Министерства Кабинета Министров есть там отдельный раздел, где каналы достоверной информации, вот, и еще одно направление интересное, это правозащитное, мне кажется, стоит отметить, тут, конечно, более специализированные НКОшки этим начали заниматься, что-то, правозащитные организации, которые разного рода юридическую помощь оказывают людям, чьи права нарушаются в связи с эпидемией, вот, и вы знаете, что украинское правительство запустило такое мобильное приложение, которое называется DeepDoma, и, как бы, оно якобы необязательное для установки, но люди, которые там, например, соблюдают самоизоляцию, могут использовать мобильное приложение, и через это мобильное приложение якобы можно отслеживать нахождение или не нахождение кого-то в этом месте, где он или она должны самоизолироваться, вот, было очень много дискуссий по поводу такого рода инструментов, вот, и также наше правозащитное сообщество очень бурно обсуждало, как там должно и не должно действовать в этом случае, даже ряд организаций подписали заявление международной правозащитной организации Access Now про то, как, значит, цифровые права граждане должны нарушаться в условиях эпидемии, вот, а после этого, как бы, стало очевидно, что нужна уже какая-то общая координация, сначала началась координация по направлениям, то есть появились отдельные сети, которые помогают, например, вот этим малозащищенным группам населения, появились отдельные сети, которые помогают помощи медучреждениям, где просто, как бы, в режиме реального времени на карте люди, люди, там, краумаппет, потребности разных больниц, и можно, там, либо самим пожертвовать, либо найти, как бы, кого-то, кто пожертвует, там, средства и подвезет уже имеющееся какие-то, какое-то оборудование в этинисерские учреждения. А потом началась общая координация от, между разного рода инициативами, от создания общих каких-то гугл-таблиц в открытом доступе, где просто перечень всех-всех-всех инициатив, которые в связи с COVID-19 там что-то делают, например, я только что смотрела одну из этих таблиц, там уже около сотни это организаций, даже не отдельных инициатив, а именно организации, там они прям в этой таблице пишут, кому нужны волонтеры и так далее. Появились страницы агрегатора разных инициатив, в том числе на страничке онковошек, вот как сказал Дмитрий, некоторые дональские организации, местные, международные поддерживают такого рода ресурсы, туда можно зайти и посмотреть всякого разного рода инициативы, которые что-то делают и там присоединиться или поддержать, вот, и появились платформы, которые вообще пытаются координировать волонтерское движение по борьбе, по борьбе, по противостоянию как бы COVID-19 в Украине в целом, вот, например, есть такая платформа stopcovid.org.ua, которая заявляет, что вот они как бы всеукраинское волонтерское движение по остановке эпидемии коронавируса в Украине, да, и можно сказать, что интересно то, что такого рода платформа, они как бы используют сразу не один там от два каких-то инструмента, а там все сразу. У них там, например, обсуждение работы разных команд, там, штаб у них там в дискорде, координационные звонки у них в зуме, разговаривают они в Телеграм-чате, файлонтеров координируют у них там Телеграм-бот, перечень задач у них там в трилу, вот, и все файлы еще, к тому же, висят на Google Drive. Вот, и вот как бы так, значит, ну и, соответственно, таким образом совмещая все эти инструменты, они могут приток огромного количества людей и информации как бы эффективно распределять, причем это, видимо, платформа в такой распределенной гавернанса, где как бы там три человека контакта, которые попадут, которые поддерживают, а все остальное как бы делают сами участники этой платформы, сотрудничая между собой, вот, ну и что касается каких-то интересных там CVT-режений, я, кстати, не знала про то, что вот был такой хохотон, 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 вот, но сегодня прочитала, у нас есть такой кейс-сообщества в Украине, вот они провели idea-to-on конкурс, и у них уже там ряд победителей висит на сайте, конечно, все эти проекты, они как бы находятся в стадии разработки, там нужны им ресурсы и так далее, чтобы они что-то превратились, какая-то там экспертная поддержка некоторым, но там очень много, например, инициатив там в сфере медицины и здравоохранения, там, как создать санитайзер из воды, там, разработка системы машинного видения для диагностики вируса, там не вируса, а COVID-19, да, напечатать многоразовый респиратор, там, мониторинг эффективности доступных на рынке антисептиков, как там подвести 185 тысяч медиков одновременно, координируя между собой службу такси, да, там, потом, например, отдельный там набор инициатив, которые касаются удаленной работы и удаленного образования, так как все перешли на удаленную работу и удаленное образование, например, разработали bot coach по переходу на удаленную работу, которая помогает командам работать удаленно, да, удаленное обучение, система анализа процесса удаленного обучения и проверки знаний, образовательный проект с мотивационной составляющей, может, при дистанционном обучении, как кто-то сказал, мотивация, при онлайн-обучении мотивация у студентов постепенно, скажем так, снижается, и так далее, и так далее. То есть такого рода инициативы тоже происходят, и я думаю, что будет все больше, другое слово, сложно сказать, будут, ну, как бы, чтобы такие инициативы будут появляться, с другой стороны, конечно, сложно сказать, насколько они будут реализованы или нет, потому что это немножко длинная история, и, ну, а сколько вот ситуаций с пандемией пройдется, мы не знаем. Вот, как бы, наверное, если есть вопросы, задавайте то, что я хотела добавить. Да, спасибо большое, Татьяна, прям такой супер-овервью. Меня, конечно, всегда очень радовало, наверное, и воодушевляло украинское гражданское общество, которое очень быстро сразу же все придумывает, что-то делает, ту-ту-ту, куча всего, и очень прикольно, что появились инициативы, которые собирают это все вот в одном месте каком-то, что мне кажется, это для меня, как и человека-любителя все организовывать. Для меня это очень сложная ситуация, когда миллион инициатив, некоторые повторяют друг друга, некоторые находятся в разных регионах, и как это все собрать, как это все сделать понятным, легко наступным и легко находимым. Очень здорово, что есть люди, которые не только их делают, но и вот так немножечко структурируют. Это прям классная новость. Да, наверное, самый популярный это какие-то медицинского плана инициативы, обучающие инициативы. Я думаю, что это вот основное, на что сейчас пошло, и помогающие вот, да, разным уязвимым группам, в том числе врачам. Насчет технологий, которые позволяют там, что кто-то за кем-то следит, кто на карантине, кто не на карантине, мы тоже вот в прошлом как раз токи говорили, и мне кажется, в каждой стране сейчас государство в основном это придумывает, да, как бы вот следить за людьми на карантине, кого-то обязывают обязательно там фотографироваться каждый день, кого-то обязывают там ставить свои геометки, где они сидят на карантине, если они должны быть на карантине. И это очень интересно, и я как раз в прошлом разговоре мы обсуждали приложение из Казахстана об этом, и вот я прошу Василину, которая исполнительный директор общественного фонда «Молодежная информационная служба Казахстана» рассказать, а что еще хорошего происходит в Казахстане с этими приложениями, может быть, есть какие-то интересные примеры, хохотоны и еще что-то. Расскажите, пожалуйста, Василина. Так, простите, почему-то не смогла сразу включить звук. Да, здравствуйте, добрый вечер, у нас уже вечер. Да, могу сказать так, что на самом деле я несколько дней смотрела, какие у нас есть вообще приложения, что вообще делается в этой сфере и вообще в целом, как все мы реагируем на распространение коронавируса в нашей стране. Но для начала я просто коротко скажу, что с какими проблемами мы столкнулись. Мне кажется, эти проблемы, они схожи и во всех странах. Вспышка коронавирусной инфекции, конечно, вскрыла проблемы, которые уже были, но стали очевидны. Это проблемы в образовании. У нас школьники и студенты из-за карантина перешли на дистанционное образование. И в первый же день, когда школьники вышли из каникулов, у нас они просто не смогли подсоединиться онлайн. И потом, через несколько дней, министр нашего, министр образования признался в том, что эксперимент провалился, интернет слабый и прочее. При этом некоторые эксперты говорят о том, что причина вовсе не в скорости интернета и каких-то характеристикам, а причина в какой-то некомпетентности министерства образования, в том, что она не использовала как раз-таки программу Zoom, хотя могла бы разработать свою платформу, через которую можно проводить онлайн обучение. Также вирус скрыл проблемы в медицине, нехватки, возникли проблемы с доступом к информации, к достоверной информации. И, конечно, в ответ на это гражданское общество, журналисты, независимые журналисты стали разрабатывать. Точнее, я не могу сказать, что появилось что-то существенно нового у нас на рынке, просто многие НПОшки, гражданские активисты, мы стали просто адаптировать свои продукты под новые условия, мы стали проводить прямые эфиры, вебинары, тренинги, и часть большого гражданского общества, как волонтеры, общественные деятели, они ушли в офлайн, в том плане, что стали организовывать различные бесплатные обеды. И все это через Facebook, ну, то есть собирали там клика помощи, опубликовывали, что нужна там помощь, нужно сделать так, помочь там врачам, уязвимым категориям населения, пенсионерам, многодетным семьям. И, наверное, такая точка, инструмент для борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии стал такой Facebook, который, ну, собирал всю информацию. Что касается того, какие интересные инициативы есть, у нас государства, государственные органы сразу же, как объявили о чрезвычайном положении, создали IT-штаб. И этот IT-штаб по борьбе с коронавирусом, он говорит, собирает все цифровые продукты, которые появляются в Казахстане, но в основном он генерирует только казахстанские государственные платформы, которые сделаны государством. Это различные карты, это различные какие-то инструменты по проверке цен за лекарствами, это вот приложение Smart Astana, которое следит как раз-таки за людьми, потенциальными зараженными, чтобы они не выходили из дома. Это какие-то ресурсы для оказания психологической помощи. В основном все идет, вот именно вот такие тяжелые какие-то ресурсы, сайты, приложения, это инициативы исходят от государства. Гражданское общество в основном делает то, что собирает, организовывает обеды, проверяет информацию, так как мы столкнулись с тем, что очень много недостоверной информации. Например, фактчекинговые редакции, фактчеки, Z, новый репортер и три точки, знаешь, что смотришь, разработали, например, сайт-агрегатор под названием «Коронавирус нет-нет». У нас такая песня в Казахстане вышла «Коронавирус нет-нет, уходи». И они там забирают все, что происходит, что публикуется на сайтах про коронавирус и смотрят, насколько информация достоверная. И причем вот у нас есть сайт фактчек KZ, он стал работать вообще круглосуточно, и редактор признался, что к ним поступает очень огромное количество сообщений, и они уже по ходу дела людей образовывают, что-то им объясняют, потому что очень много паники возникает из-за этих сообщений, из-за WhatsApp-рассылок. И вот сейчас как раз-таки на помощь приходят вот такие фактчекинговые редакции, независимые журналисты, которые постоянно сомнению подтвердают информации. Также у нас есть такие маленькие инициативы, как там от отдельных журналистов-расследователей, которые мониторят, куда выделяются вообще деньги в борьбе с коронавирусом, насколько они эффективно тратятся. Вот, в принципе, так. И могу сказать вот то, что мы видим проблемы, те, которые возникли в связи всей этой ситуации. И мы, вот наша организация молодежно-информационная служба Казахстана совместно с Центром анализа расследования кибератак ЦАРКа и при поддержке СЭКД Фондэшн и фонда СОРОС Казахстан, мы тоже решили, что пора нам всем, в том числе государственным органам, правозащитникам, экспертам из разных сфер и профессий объединить свои усилия и начать делать что-то, предлагать какие-то инновационные решения, которые могли бы решить проблемы в образовании, в здравоохранении, то есть мы видим, что сейчас нужно решать эти проблемы и решать их совместно. И мы вместе с нашими партнерами решили организовать онлайн-хакатон «Цифровые граждане». Старт мы запланировали на апрель, на следующей неделе мы стартуем. И мы хотели предложить всем тем, кто умеет разрабатывать приложения или какие-то определенные идеи, решения, технологические решения в сфере здравоохранения и образования, то есть наша цель разработать такие продукты, которые помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и посредствиями пандемии в Казахстане. Мы именно решили сейчас сделать такой пилот в двух сферах образования и здравоохранения, но с учетом того, чтобы все идеи сфокусировались, уделяли внимание на то, как вообще вот эти решения способствуют улучшению ситуации с доступом информации и участия граждан принятия решений. Мы также видим, что нарушаются права человека, когда за ними там их следят. Их мы видим, когда их данные распространяются, то есть и этот хакатон как раз таки направлен на то, чтобы бороться с бороться и защищать свои там данные. Вот. И я думаю, что мы об этом еще скажем подробнее, откроем там регистрацию на ссылку. Но я считаю, что вот такие инициативы, которые объединяют вообще всех инициативных граждан и с упором на работу с государственными органами, они могут каким-то образом помочь решить возникшие проблемы. Спасибо, Василина. Да, вот интересно, я сейчас, по крайней мере, из того, что я услышала, есть ощущение, что в Украине, по крайней мере, больше самоорганизовалось общество, неправительственные организации, какие-то правозащитные, они как-то раз и побежали что-то делать. А в Казахстане такое ощущение, что пока что организовалась власть, начали выпускать приложения, а общество пока что еще немножечко, ну, только начинает двигаться. Я могу сказать, я не могу точно прям в 100% сказать, что только государство. Нет, на самом деле очень много инициатив, но они таких достаточно, возможно, мелких, на мой взгляд, но не таких крупных, как вот разработать приложение. Это все-таки сложно, это технически сложно, это еще и финансово затратно. То есть вот таких крупных, крупные инициативы, крупные вот эти технологические разработки, конечно, они исходят из, от государства. А вот все, что может делать гражданское общество, там, руками, собрать информацию, помочь нам уязвимым категориям людей, все это исходит в основном от гражданского сектора. Вот. Возможно, я что-то и не знаю, что на самом деле делается, но такое складывается впечатление, что да, пока так. Спасибо. Татьяна, вы хотели что-то сказать и передумали? Здесь вот в комментариях у нас есть тоже представитель из Казахстана, Арсен, он тоже пишет о том, что делается, может быть, он добавит также. Ну да, я вижу, что законопроекты о мирных собраниях, это, кажется, не совсем CVCTEC решение было и, кажется, не совсем удачное, мне кажется, было из того, что я, по крайней мере, слышала от коллег. Хорошо, но опять же, у нас был один из вопросов, который нас интересовал, действительно, помогает ли, где всем этим людям, которые хотят делать классные вещи, взять финансовую поддержку. И вот с того, что я услышала, фонды тоже быстренько переориентировались, доноры быстренько переориентировались и все стараются помочь ответить на этот вот вызов с коронавирусом. Скажите, друзья, вот из Казахстана, из Украины, а как вот в ваших странах, например, государство относится к этим процессам? Они помогают, включаются, участвуют? Они противостоят или они просто не лезут и вообще ничего не делают, делают вид, что вот это все как-то отдельно от них живет? Может быть, расскажете немного про ситуацию, как у вас? Кто бы мог начать? Ну, я, наверное, открыта уже, я уже, в общем, отслабляю вас, Василина. На самом деле я не вижу каких-то сопротивлений со стороны государства, ну, отдельно какие-то чиновники, акиматы, они даже в этих инициативах сами самостоятельно участвуют, присоединяются. Не вижу сопротивления, но не могу сказать, что государство вовлекает в этот процесс гражданское общество, там, экспертов, правозащитников, они как-то сами по себе что-то там придумали, этот IT-штаб. Возможно, они кого-то и включили, но я об этом, по крайней мере, не слышала. И разработали там несколько, там, наверное, 10 всяких разных приложений, ботов, телеграм-ботов, которые как раз-таки там отслеживают информацию, что-то информируют, говорят о помощи, там, как можно получить помощь. Но я не могу сказать, что прямо это все там согласовывают с гражданским населением. Понятно, спасибо. Дмитрий, может быть, вы скажете тогда? Спасибо, что включили микрофон, это очень помогает. Говорить. Да, ну, на самом деле, у нас действительно очень такое активное и медийное, и с точки зрения, там, имплементации, IT-девелопмента, а Министерство строит трансформации, они очень так включаются в процессы, стараются быть, да, инновативными. Но, конечно, там есть всегда критики, то есть вот это вот вопрос, значит, приложение там, а сколько там законы за людьми следить, сколько законы их обязывать, вот, устанавливать, да, там, как эти данные будут сохранять, храниться, как они будут обрабатываться, кто будет ими распоряжаться, как можно потом их удалять, соответственно, с GDPR, то есть множество открытых вопросов, да, такие, поскольку они открыты, то есть там множество коммуникаций происходит в Фейсбуке, где им официальные запросы на полстранички, неофициальные ответы, потому что это коммуникациончик, да, то есть это не читается официальный ответ, только если там на бумаге или там, может быть, каким-то через цифровую форму можно получить вот точное мнение, а то там находят несоответствие, там, министр говорит, значит, обязательно, там, кто-то говорит сотрудникам, не обязательно, да, то есть не сходится, поэтому, как бы, движение происходит, но к нему там есть вопросы, да, поэтому, а наше гражданское общество, оно, как бы, не дает спуску, то есть они вот спрашивают, они критикуют, они вот очень вот держат в тонусе, скажем так. Да, и одна из классных вещей, которую недавно слышала про Украину, это то, что собирались закупить какие-то видеокамеры для наблюдения, но отстояли и сказали, нет, это нетранспарентно, у вас плохой тендер и нельзя, и все такие, ну ладно, иногда не будем, это, конечно, очень люблю. Татьяна, хотите ли вы что-нибудь добавить? Давай, давайте. Ну, только хочу добавить, что, ну, все-таки украинцы, ну, опыт самоорганизации гражданского общества уже накопился довольно большой, там, да, до революции достоинства, потом во время революции достоинства, потом во время войны сети, волонтерские сети, очень многие, они просто переориентируются сейчас на другой вид деятельности или присоединяются люди к тем ячейкам волонтерским, которые, ну, там, в каких-то городах, например, или на базе каких-то организаций уже сформировались. То есть это происходит очень быстро. Более того, вот, касательно взаимодействия с правительством, у нас, например, при Министерстве обороны есть совет волонтерский или что-то такое, вот, то есть, как бы, была попытка и государственными структурами под давлением гражданского общества включить самых активных волонтеров, сотрудничать с самыми активными волонтерами по разным направлениям, да, и, по-моему, через создание вот такого рода каких-то, там, общественных структур при государственных структурах, вот. Поэтому такой опыт координации есть, и я бы не сказала, что власть, не видишь, если власть там где-то как-то кому-то явно противодействовала, скорее есть попытки сотрудничать, там, например, организовать какие-то волонтерские службы на базе, там, социальных служб, да, или, например, там, в некоторых регионах у нас открыли специальные координационные штабы, там, создали, например, на базе, там, мэрии, да, к примеру, или, там, городской администрации, и есть просто попытки, и тут же параллельно создается волонтерский штаб, и как бы не координировать действия между собой, это выглядит немножко странно, да, и поэтому есть такие, как бы, ну, хотя бы попытки как-то посотрудничать эти, вот, хотя, ну, волонтерские инициативы, низовые, часто эффективнее, чем государственные структуры, и они часто идут как бы впереди немножко, а вот эти государственные подтягиваются, скажем так. Спасибо за заполнение, да, я думаю, очень большой фактор того, что в Украине общество давно уже достаточно прокачало этот навык работы в стрессовых ситуациях, они собрались и начали делать, то есть действительно, мне кажется, более привычна такая ситуация массовой солидарности, какой-то координации, и это очень прикольно. Мне кажется, вообще, вся эта история с коронавирусом это очень классный шанс сообществам в разных странах и вообще в мировым сообществам научиться этой солидарности, научиться взаимодействию, вместе что-то делать, вместе что-то придумывать, потому что обычно, наверное, мы более разъединены, чем сейчас. Ну, это все здорово, то есть мы сейчас говорили про Украину-Казахстан, где, в принципе, я бы сказала, наверное, коронавирус признается проблемой и существуют какие-то действия. В Беларуси уже немножечко история в другом обстоит, то есть у нас нет никакой, никакого режима чрезвычайной ситуации, у нас нет карантина официального, то есть у нас все, что есть, это добровольная самоизоляция людей, но, тем не менее, инициативы тоже появляются, и сейчас я, наверное, попрошу рассказать о том, что делает Павел Грабчиков, это проект COVID-19 Center by. У них очень интересная инициатива. Павел, вы с нами? Вот, Павел. Супер. Да, кажется, теперь да. Так, спасибо большое. Давайте я расшарю экран, потому что у меня тут небольшая такая презентация. Склепал сегодня за пять минут в меру, так, чтобы эти кривые мои штучки смотреть. Да, в общем, мы называемся COVID-19 Center BY, и, как мы уже обсуждали, это не самое, наверное, удачное название. Если у вас будут идеи какие-нибудь, стоп, предлагайте. Это такой сайт информационной поддержки врачей, который решает на данный момент три большие задачи. Во-первых, это база знаний, во-вторых, это запрос, врач может отправить запрос на консультацию через этот портал, и, в-третьих, это, в общем-то, такая единая точка входа для врачей, которая помогла бы им ориентироваться в том, что происходит в Беларуси в ситуации с вирусом. Сейчас я расскажу чуть поподробнее про все эти три штуки. Во-первых, база знаний, которая наполняется специалистами из медуниверситета, и, в общем, я перечислю потом всех этих людей. Это самый топ людей, которые в курсе того, что происходит с точки зрения научной базы, и в то же время они практикуют лечение вируса в больницах. То есть мы делаем такой канал связи, который помогает простым врачам, которые, может быть, еще не встречались с этой проблемой, зайти в одно место и почитать нужную информацию о том, как лечить или делать профилактику. Ну, собственно говоря, все, что нужно узнать про эту тему. Вот. Во-вторых, это можно отправить запрос на консультацию. Соответственно, тоже врачи, сейчас многие сталкиваются с проблемой в первый раз и не знают, что с этим делать. Через нашу форму можно отправить структурированную заявку со всей информацией, детализированной о том, как себя чувствует пациент, какие-то параметры, анализы и так далее. И все это будет прочитано специалистами, которые сразу получают всю информацию необходимую для того, чтобы делать какие-то заключения, и могут связаться с врачом по оставленным контактным данным, и назначить с ними интервью и как бы дать какие-то свои пояснения. Ну и в-третьих, это просто один большой такой сайт, на котором мы хотим дать какую-то, информировать врачей о том, что происходит вообще в этой ситуации. Мы рассказываем, например, об инициативе by COVID-19. Вы, наверное, все знаете, что у нас сейчас есть проблема с средствами индивидуальной защиты, и мы даем ссылку на то, чтобы оставить заявку на эти вещи. Также есть форма обратной связи, и через нее мы, например, планируем собирать волонтеров, которые помогут заполнять базу данных. И уже на данный момент, мы запустились вчера вечером, уже есть пять человек, которые готовы вкладывать свои знания, информацию в то, чтобы эта база разрасталась. То есть в идеале мы хотим сейчас структурировать этот весь процесс, чтобы все, что имеется, какие-то best practices, можно было посмотреть в одном месте. Вот. С технической точки зрения все это запилено в течение недели на Notion и Tilde. Notion предоставили нам бесплатный аккаунт. Вообще, честно говоря, что очень радует. Все, к кому мы обращаемся сейчас за помощью, все готовы помочь. К Tilde просто нам не нужно было обращаться, потому что у нас был уже аккаунт, и поэтому это очень крутая штука. То есть реально все очень supportive, и просто не бойтесь обращаться к другим людям. Вот. По поводу специалистов, вот список вы видите всех. Это доктор медицинских наук, кандидаты, заведующие отделением интенсивной терапии и реанимации. То есть, ну, это не полный список, он еще будет пополняться в процессе создания. То есть все это все еще сделается очень быстро, мы дополняем все в процессе. И вот. Ну и немножко про нас. Вот. Это мы. Это я, Павел Грабщиков. Это Карина Соловей, которая тоже работает над проектом. А это волк, который никакого отношения не имеет к проекту. Просто попал на картинку. Челленджи, с которыми мы сейчас встречаемся, это то, что врачи очень заняты, и у них просто нет времени на то, чтобы отвечать на какие-то оперативные вопросы. Ну и вообще мало времени и очень много дел. Поэтому вот. Дальше. Какие у нас есть идеи, что мы хотим делать дальше? Во-первых, то, что я уже говорил, мы хотим улучшить процесс наполняемости базы данных и актуализации. Поэтому привлекаем через форму обратной связи в том числе людей и думаем, как это все структурировать, чтобы, с одной стороны, люди могли вкладываться, а с другой стороны, чтобы это не превратилось в хаос, и чтобы информация была абсолютно релевантной. Во-вторых, есть опасения, что когда люди об этом узнают в большом количестве, когда количество зараженных будет увеличиваться, то специалисты просто не смогут отвечать на все запросы. И сейчас я думаю о том, что можно будет к этому делу прикручивать интерком, который тоже помогает всем инициативам с ковидом, ну или структурировать всю эту штуку через трелла, дополнительных каких-то людей. В общем, прописать процесс обработки этих заявок. Есть такая немножко дикая идея на данный момент, непонятно, получится ли ее реализовать. Это сделать такой блок и своего рода рассылку с агрегацией, выжимкой самой информации, важной информацией, которая будет приходить к врачам непосредственно. Вот, да, уже, как я говорил, очень радует, что все, к кому мы обращаемся, отвечают позитивно, помогают, вот, мы просили помощи у Typeform и SurveyMonkey, они тоже нам предложили помощь, но, к сожалению, ну и к счастью, мы просто решили от них уйти, сделали форму на самой тильде, то есть это просто нам не помогло. И спасибо большое HumanConstant за то, что помогли разобраться с правовыми какими-то штуками. Вот, спасибо большое. Еще я хотел сказать, что вот у рассказа Татьяны мне очень понравился про то, как происходит самоорганизация, и у меня тоже есть подобные мысли, и мысли о том, как все это можно было бы у нас структурировать, и, в общем, если есть идея о том, как, если кто-то хочет это со мной обсудить, и идея о том, как это реализовать, то давайте тогда, наверное, потом как-нибудь созвонимся отдельно и пообщаемся. Супер, Павел, спасибо. Да, как вы уже сказали, много дел, мало времени. Я думаю, это у всех такая проблема. Да, одну штуку хочу сказать, что это абсолютно нон-профит проект, и все это нам обошлось в 25 рублей за покупку доменов. Все, больше ничего. Да, и я вот хотела еще добавить, что очень прикольно, ну, мне кажется, это важно, и, в принципе, об этом все говорят, про то, что, ну, почти все сервисы, все организации, ну, все бизнесы, которые предоставляют какие-то онлайн-услуги, мне кажется, либо там как-то существенно снизили, либо вообще убрали оплату за свои сервисы и с удовольствием помогают всем, кто хоть как-то помогает в борьбе с распространением коронавируса или делает какие-то инициативы. Поэтому, мне кажется, если да, если что-то происходит, вообще надо не бояться всех просить, писать, и они обязательно помогут и что-то сделают. Ну, я хотела, наверное, единственное только добавить, а не добавить, а спросить скорее. Вот у вас сервис такой очень заточенный на коммуникацию врачей между собой, да, обсуждать кейсы, что происходит, советоваться и все остальное. Сейчас во время ковид это, да, это актуально достаточно. А что будет после? Не думали ли вы о том каком-то, о переформатировании сервиса в последующем? Ну, или какие у вас вообще мысли были по этому поводу? Ну, в общем-то, это проект решения конкретно этой проблемы. Что будет дальше, особо не думали. Я думаю, что сейчас тот момент, когда нам просто нужно сфокусироваться на решении этой проблемы. И это действительно, как мы видим, актуальная задача, ну, то есть, чтобы помогать врачам именно в реализации лечения, диагностики и так далее. Окей, спасибо. Да, это один из таких тоже вопросов, которые нас волнуют. Мы тоже обсуждаем там между собой, что будет со всеми этими инициативами, сервисами, приложениями после того, как произойдет, когда закончится пандемия, закончатся все эти активности. Ну, то есть, если говорить про волонтерские движения, понятно, что они там переформатируются, возможно, во что-то еще. И в следующей ситуации, когда понадобится консолидация, они соберутся и пойдут. А вот есть ли какой-то шанс у всех остальных civic tech случаев? Это, конечно, большой вопрос. Но, опять же, на прошлом токе мы еще обсуждали вопросы безопасности данных, и там тоже очень много, там целая плеяда отдельных вопросов, которые надо решить. Татьяна, вижу, что вы хотите сказать. Давайте вам слово. Спасибо большое. Я быстренько по поводу civic tech и других инициатив, которые сейчас создали, да, и какое у них будущее. С еще одним моим коллегой мы делали исследование про информационные инициативы, которые в Украине создались во время эволюции достоинства, да, во время Евромайдана по противодействию разного рода фейкам и так далее. И, на самом деле, немногие из них выжили, но был такой очень интересный процесс. Выжили те, которые почувствовали, что нашли какую-то новую роль для себя, например, как бы в условиях информационной войны, да, то есть они как бы решили, что они дальше продолжат борьбу с фейками там, или, например, продолжат информировать какую-то свою определенную аудиторию, которая у них уже появилась, и которые прошли через какой-то процесс внутренней реструктуризации, где они выработали какую-то все-таки структуру управления, где они нашли источники финансирования, да, профессионализировались и так далее. Это очень, ну, небольшой процент инициатив, которые вот так вот смог переформатироваться, но они потом у нас были в авангарде, как бы, информационной борьбы, так сказать, и из этих инициатив выросли многие плагманы, такие как вот тот фейк, который, если бы я не говорил, поэтому очень возможно, что некоторые из Синдиктек и других вот таких групп, которые самоорганизовались сейчас, если они найдутся для себя, увидят для себя какую-то дальнейшую потребность функционирования и смогут, а, реструктуризироваться, и, б, найти ресурсы, очень возможно, что они тоже продолжат свою деятельность. Да, спасибо за комментарии, Татьяна. Да, ну, не с того, что я сегодня услышала вот из наших разговоров, я так понимаю, что самые востребованные, направления, в которых работают Сивиктек и гражданские организации, это противодействие дезинформации каким-то фейкам, помощь непосредственно уязвимым группам типа пожилых людей, бездобных людей, возможно, там, противодействие каким-то домашнему насилию, помощь врачам, причем врачам, как лично, так и всякими средствами индивидуальной защиты, больницам, врачам в целом. И, что еще, образование, и многие говорят про транспарентность, которой не хватает. У нас еще, наверное, отдельная проблема в Беларуси с доступом к информации, я не знаю, как у коллег, мне кажется, чуть-чуть, возможно, получше, но я уже услышала о том, что, в принципе, доверие к информации, которая дается, оно везде очень такое нестабильное, то есть, очень часто граждане не верят тем цифрам, которые там называются по заболевшим и так далее, ну, я думаю, это такое специфическое примета времени. Но я хочу, наверное, сейчас дать слово Вадиму Шмыгову, который расскажет чуть больше про данные, потому что он работает именно с этим направлением, он визуальный журналист и разработчик, занимается инфографикой, журналистикой данных, и это было разработкой. Вадим, скажите нам что-нибудь хорошее. Сейчас должно получиться. Но не получается почему-то вас отменить. Всем привет! Слышно? Да. Отлично. На самом деле по данным я скорее не белорусский такой обзор, а вот обзор источников, что может помочь при работе с данными для каких-то страновых решений, глобального информирования и так далее. То есть такой краткий мировой обзор. Почему это нужно? Потому что не только коронавирус свалился на нас и как бы обрушился всем вот этим, но и обрушились данные, обрушилось количество визуализаций, количество информации. И что с этим всем делать вообще? Нужно это или не нужно? Я хочу рассказать на одну минуту краткий исторический очерк, потому что я считаю данные и их визуализация это то, что может спасти жизни. Почему? И может быть уже спасает. Это визуализация эссе рабства и торговли людьми. Когда она вышла, показывая схему укладки рабов, она вызвала бурные дискуссии в обществе. И вот это такая достаточно жесткая вещь, показывающая сколько мужчин, женщин, мальчиков, девочек можно перевозить на этих кораблях, послужили дискуссии и последствия отмене крепостного рабства. И можно сказать, что это спасло жизни. Эпидемия холеры в Лондоне. За неделю, за две недели умерло больше 500 человек. Это было немыслимые цифры, и доктор визуализировал просто на карте места, где умерли эти люди. Увидели, что в этом месте в концентрации есть водяной насос, насос заварили, заплевания пошли на убыль, так выяснили, что холера передается через воду, в частности, начали активно гигиенические мероприятия, и вообще появилась наука эпидемиология после этой визуализации. Когда увидели, мы все поняли. или пример доктор Флоренс Наттингейл. Она описывала эффективность мер в результате крымской кампании, и вот эту визуализацию она сделала для представления в парламент. Визуализация тоже была названа в ее честь. Парламентарии и властимущие увидели, что большинство смертей не из-за военных действий, а из-за плохой гигиены, эпидемиологии. Все это было улучшено, и вообще она стала первой сестрой милосердия, первой женщиной, которую приняли в статистическое общество Британии, Америки. То есть эта визуализация правильно и вовремя сделанная, она тоже спасла жизни. И, кстати, именно в честь Ноттингейла назвали первый передвижной госпиталь в Великобритании. Вот видна визуализация его устройства. Это я к чему? Что наша эпидемия, она может тоже стать таким толчком, когда визуализация помогла принять решение. Мы можем позже оценивать, то есть спустя как минимум год после очередной фазы пандемии или еще позже, было правильно это или нет. То есть правильен карантин или нет. Мы про это все сейчас не говорим. Но вот эта визуализация, которая вышла в Твиттере Розумунд Пирс визуальной дата-журналистки Economist и позже она была визуализирована другими изданиями. Вот этот призыв и хэштег flatten the curve сгладить кривую, то есть ввести карантин, чтобы дать возможность справиться врачам, системе здравоохранения справиться с этой вспышкой, она стала практически иконической. Вы могли ее видеть в интерпретации Vox. на самом деле я презентацию сброшу потом в сообществе, ссылки все сможете посмотреть, но вы же видели эту визуализацию? Ну, слышу, вижу как минимум да, два-три человека, кого вижу на камере ее видели, поэтому были ли такими эффективные слова? Возможно, нет. Когда ты увидел, ты сразу все понял. Позже вы опять же читали визуализацию, стори-теллинг, почему нужен карантин Томаса Куэйо. Его прочитали сотни миллионов человек, это было переведено на многие языки мира. Бизнесмен и писатель скремниевой дарлины, который часто презентует свои какие-то идеи, стартапы, он знал, что мысль нужно доносить именно визуально. как работает эпидемия. Это скроллитейлинг Вашингтон Пост. Можно тоже наглядно увидеть, как разворачивается пандемия. И позже было много моделей, которыми пользовались возможно госорганы, чтобы понять, какая угроза данному конкретному обществу. То есть от каких-то популярных, их было много, буквально несколько на экране, которые вы тоже могли видеть. Можно вводить параметры и смотреть, что может быть в данном обществе при конкретном наличии аппаратов искусственной вентиляции легких и доступа к кислороду, сколько дней люди болеют и так далее. И можно математически увидеть, что будет происходить. Их достаточно много. Какие есть вообще со всем этим проблемы с данными? Базовые проблемы это различные подходы к выявлению зараженных в стране. То есть какое количество людей тестируется, кого тестируют, много вопросов. Потом причины смерти. То есть смертность мы называем более релевантной характеристикой. Мы визуализируя, анализируя количество смертей можем чуть ближе понимать реальную ситуацию. Но с этим тоже есть проблемы, потому что кто-то считается умер, и у него был диагноз COVID, но он умер не от этого. То есть вообще причина следственной связи, тоже активно идет дискуссия, и с этим можно будет решить, пожалуй, как в Италии это уже было сделано, анализируя многолетние данные по смертности в тот же период и смотря эту разницу. Но это опять же все не сейчас, потому что эти данные могут запаздывать в разных странах по разным методикам и так далее. И третья базовая проблема, проблем на самом деле больше, это умышленная манипуляция госорганов с данными. Поэтому тут мы можем только верить, не верить, доверять на основании каких-то косвенных свидетельств. И тут еще важна такой момент точность или оперативность. То есть мы, если бы не делали все эти визуализации, а ждали конца эпидемии, было бы ли это полезнее, чем мы пользовались теми данными, которые есть сейчас, осознавая их возможные проблемы. Пожалуй, наверное, оперативность в этом отношении фактор немаловажный. Теперь, где брать данные, какие есть данные вообще? Такое я называю базовый датасет, это датасет университета Хопкинса. Можно его найти на CSV, на GitHub и в форме Google Spreadsheet готового документа, правда, он очень большой и тормозит, поэтому вот CSV от Хопкинса можно использовать. Есть множество агрегаторов, там самые известные, которые чаще всего люди постят в Worldometers, к нему тоже есть, возможно, некоторые вопросы, но как агрегатор, наверное, один из самых известных. Конечно, новостные сайты, которые кто во что гораздо тоже публикуют эти данные, потом краудсорсинговые датасеты, Open Data и так далее. И тут много всего интересного, потому что вот кроме таких официальных датасетов тоже на GitHub, которые собирают люди, есть расширенные датасеты, там, где могут быть анализирован Twitter и выложен публичный доступ, чтобы видеть ситуацию по какой-то стране, по кэштегу или увидеть меры, например, люди составили датасет, вот я его искал, месяц назад его не было, начал составлять, но это дело неблагодарное, в каких странах, в какой день были введены меры, чтобы можно было скрестить данные и проанализировать действенность этих мер. Вот несколько популярных вы видите на экране. датасеты компаний и здесь две таких самых уважаемых с точки зрения математики, статистики, аналитики, это математика орг, их модели датасеты и вольфрам, ресурсы датасетов вольфрама. На самом деле все компании практически, которые хоть как-либо работают с данными, разместили у себя страницу, на которой открыли бесплатно свои ресурсы для обработки этих данных людьми. Это практически все компании и это вот каждый день их все больше и больше. Датасеты на платформе Kaggle распределенного анализа, машин леунинг платформы и так далее. Там множество датасетов и также конкурс с какими-то призовыми средствами, финансами от разных институций по и моделированию эпидемий, по лекарствам. Там десятки тысяч разных наборов данных, которыми можно пользоваться. И большое сообщество, которое эти данные анализирует и делает инструменты на них. Google предоставляет тоже бесплатно доступ для анализа таких данных к своим облачным решениям. И также большой набор данных, верифицированных Google. Amazon тоже агрегировал на специальной странице датасеты и Foursquare и некоторые другие крупные компании представили данные и Amazon все их собрал. World Bank Всемирный банк содержит отличный датапортал в принципе по всем данным по странам, но у них появилась отдельная страница по данным по заболеванию COVID-19 и по связанным данным. То есть на этой странице вы можете найти количество врачей на душу населения, количество коек и так далее. Все, что может понадобиться вам, когда вы делаете или какой-то инструмент или какой-то анализ. Потом большой краудсорсинговый документ, в котором люди собирают источники данных, можно найти по ссылке «Коронавирус Тэч Хэндбук». Там много всего. От того 300 занятий, чем занять детей во время карантина. И люди пишут примеры игр, то есть сколько минут, то есть они расписывают сложность, сложно ли организовать эту забаву с детьми, на сколько минут можно занять ребенка, для какого возраста. Это одна из тысяч вот таких полезных каких-то пунктов, которые есть на сайте. Я в своей презентации покажу два. Это данные, все, что касается данных по странам, всемирных данных и так далее. Можно найти здесь и позже еще про визуализацию. Табло один из ведущих инструментов визуализации данных и визуальной аналитики разместил вот такой тоже лендинг-пейдж, на котором разместил инструменты, которые сделали пользователи для анализа таких данных и сами источники данных. То есть там можно найти много всего полезного, уроки и как многие другие продукты Табло открыл бесплатно доступ в свою сокровищницу знаний. Поэтому если вы не знаете с чего начать изучение этих данных, вот можно тоже с этой страницы. Просто такая сложилась ситуация, что люди, которые связаны с данными с аналитиками, они возможно чуть раньше понимали, с чем это связано было. Например, в конце января я уже совершил камин-аут такой, написав, что может быть большая проблема с этим коронавирусом, когда об этом еще не писали. И мы со своими коллегами в приватных беседах как-то уже видели проблемы, которые с этим связаны. Поэтому дата сообщества может быть достаточно активно включилась в эти все обсуждения. Я лично использовал визуализацию для своего фейсбучика, для снятия своей тревожности, поэтому когда у меня есть свой датасет, свои данные, я могу увидеть быстрее, чем выйдет статья в СМИ, что происходит в Италии, что происходит в Испании. Ну и сделав какие-то такие визуализации для Твиттера, или отвечая на свои вопросы, сколько дней проходит, например, между первой смертью, первым заражением и первой смертью разных стран, как вообще движется эпидемия и так далее. Но таких ресурсов много, и первая, которую вы могли видеть, это карта того самого университета Копкинса. С ней получилась такая интересная история, она была готова еще до эпидемии, вообще до Китая. Были учения, события 201, по-моему, в октябре 2019 года, когда все рассматривали, не все, в смысле, ряд заинтересованных структур, организаций, это было широко освещаемо в СМИ мероприятие, рассматривали, а что будет, если случится пандемия, коронавируса и так далее. И была готова такая карта, то есть в рамках таких учений. И спустя два месяца она пригодилась. Поэтому первыми, кто начал агрегировать эти данные, был университет Копкинса. Эта визуализация далеко не самая полезная и успешная, но, наверное, одна из самых распиаренных по этой теме. Можно увидеть визуализации South China Morning Post. Там хороший визуальный сторителлинг, и они обновляют его, про что такое коронавирус, как это распространялось и так далее. Потом Financial Times обновляет, то есть если кому-то нужен доступ к аналитике, что происходит в разных странах, вот через визуализацию данных вы можете ответить на многие вопросы. DataVis и аналитика Dashboard Татьяны Бибиговой и Сергея Кашина был пару дней назад выпущен, тоже анализ тех данных датасетов, которых я показывал, и большое собрание инфографики и визуализации можно увидеть тоже в Coronavirus Touch and Book по ссылке инфографика. И на этих данных основано, конечно же, много продуктов. Например, Google на своих данных по активности пользователя выпустил страновые репорты, показывая, что в Беларуси, например, на 30% сократились посещения ритейла и так далее, на 5% увеличились посещения парков, к примеру. Яндекс свою карту самоизоляции выпустил со своими данными. Ну, например, таких ресурсов и продуктов, конечно же, много. Но вот лично я лично мой, так сказать, опыт, я около года использую продукт белорусского стартапа GenSensor. Это датчик, который очень много всего замеряет, отправляет это в облако и визуализирует эти данные. И вот ребята, вот все показатели с этого датчика релевантные проблеме вирусного заражения агрегировали, например, до дашборда целевого инфекционный риск. Вот этот вы видите ситуацию в моей квартире за последние сутки по температуре, содержанию частиц PM1.0, влажности, CO2 и давления. И, исходя из этих метрик, удается выяснить конкретный инфекционный риск в данной квартире. Потому что вклад, конечно, влажности есть определенный и так далее. То есть это то, чем уже можно сейчас пользоваться. И еще они используют те же данные, чтобы со многими другими мировыми институциями, которые связаны с качеством воздуха, с Индией и с европейскими странами, чтобы на больших данных посмотреть риск развития респираторных заболеваний, в частности COVID-19. То есть это один из многих примеров, просто я его видел, общался с создателями. В принципе, у меня все, презентацию с ссылками сброшу. Если есть какие-то вопросы, пишите. Ну, я думаю, пока мы делаем этот колл с вами, появилось еще больше источников, еще больше данных, больше инструментов. Поэтому это действительно очень важный, интересный вызов. Благодаря коронавирусу, я, связанный с визуализацией данных человек, шучу, что люди наконец поймут, что такое логарифмические шкалы в графиках. Ну, и, в общем, все будет хорошо. Хотелось что-то уверить. Спасибо, Вадим, за такое позитивное окончание. Я вряд ли когда-нибудь пойму, что такое логарифмические шкалы. Даже, наверное, на смертном адрес слишком для меня rocket science. Но классная презентация, да, но мне кажется, визуализация данных это действительно очень мощный инструмент. И вообще, у кого есть данные, тот самый крутой, данные это новая нефть, и это действительно очень важно собирать, мониторить, сохранять, и как-то за всем этим следить. Я думаю, что очень много действительно и решений, и продуктов сейчас ориентированы именно на работу с данными. Потому что, как вот написал в комментариях у нас Андрей, когда увидел ваши графики, купил респиратор три недели назад. Так я думаю, что очень многие, если стартапы, увидев какие-то данные, какие-то графики и зависимости, могут начать заранее, чуть раньше делать свои продукты, чтобы успеть к какому-то, например, кризису, к началу кризиса. если все это гораздо чаще и быстрее больше используется, то, я думаю, всем будет, если не совсем счастье, но, по крайней мере, будет гораздо легче. Если есть у кого-то какие-то вопросы к кому-то из наших спикеров, пожалуйста, поднимайте руку или пишите в чат, но желательно поднимать руку, потому что в чатике много сообщений, обязательно мы вам дадим слово. В принципе, наверное, все из наших спикеров выступили, я бы, возможно, предложила нашим спикерам и спикеркам, которые участвуют в поле, сказать, как вы вообще видите будущее и развитие каких-то Civic Tech продуктов, есть ли еще незанятые ниши, что, на ваш взгляд, можно было бы сделать, но еще никто не делает, например, может быть, у вас есть какие-то идеи по этому поводу. Мы сегодня услышали очень много разных решений, многие из них, конечно, вокруг примерно одних и тех же тем. Единственное, наверное, о чем говорил Павел, это внутренняя помощь врачам между врачами, хотя в целом такие решения, наверное, существовали и до кризиса, но конкретно этот продукт ориентирован на помощь во время COVID обмен информацией. Может быть, вы находили или думали о том, что может быть еще интересного? Есть ли у кого-то какое-то мнение по этому поводу? Так. кажется, никто ничего. А, нет, я вижу. Хорошо, Дмитрий, давайте я вас первым включу, а потом Татьяну. Смотрите, есть такой момент, что гражданское общество, бизнес, они очень гибкие, agile, они реагируют на вызовы моментально. Например, Академия, она не поспевает. Если вы будете там искать статьи, то если вы запустите ключевое слово CivicBot, даете там единицы статей. Поэтому один из таких колов это обисовать, доносить это decision-maker, можно писать прикладные какие-то публикации, чтобы они понимали, что это работает. CivicApps, CivicBots, вот это то, чего не хватает. горячая тема блокчейн и вот AI. По блокчейн в чем вызов? Что там распределенные, нераспределенные системы, технически все организовать? То есть, например, я знаю несколько профессионалов, которые до сих пор дискутируют, были ли электронные выборы на true блокчейне или не было. Сказчики говорят, вот он не совсем блокчейн, там оптимисты говорят, нет, а вот там был кейс, а вот там да. Есть несколько десятков статей, как это может быть. Концептуальные схемы, прекрасно, но где голосование, где выборы онлайн, и каждый там может проконтролировать что-то не просто на блокчейне оглашение результатов, контролирование, а вот именно сам процесс голосования. Это один из вызов. Искусственный интеллект, да, там в ЕС-институтах сейчас происходят как раз консультации, они пишут там законодательство на эту тему, поэтому, если у вас есть пожелания, заходите на платформу, пишите свои предложения, там, по вопросам этики, технологии, связи с полисимейкингом. Вот сейчас просто такое окно возможностей, когда можно повлиять на политику Европейского Союза. Спасибо большое. Дмитрий, я, наверное, еще хотела чуть-чуть добавить о том, допустим, что я еще знаю из Беларуси, какие примеры, ну, во-первых, наверное, пример, который на виду, это то, что мы делаем с Российской правоносущитной организацией Рыском Свобода, мы сделали карту нарушений, мониторинга нарушений цифровых прав во всем мире, мы замахнулись на весь мир, собираем партнеров и отмечаем, какие ограничения цифровых прав были приняты в той или иной стране, и одна из наших целей, конечно же, это посмотреть, а что будет, когда закончится пандемия, отменят ли эти права или не отменят, отменят ли ограничения или не отменят, это прям отдельным пунктом у нас идет на карте, и стараемся сыграть эту информацию, да, еще, наверное, я бы сказала, что очень много активности сейчас идет на платформах петиций и на платформах сбора денег, на какие-то ответы, опять же, там, собирают деньги на то, чтобы купить респираторы, собирают деньги на то, чтобы отвезти продукты, там, пожилым людям где-то в деревне, собирают деньги на то, чтобы там еще что-то приобрести, какие-то там халаты или помочь непосредственно какой-то больнице, или купить еды и отвезти врачам, которые круглосуточно там находятся. Это, наверное, тоже одни из таких решений, которые были придуманы до коронавируса, но сейчас стали достаточно активными и востребованными. И это, ну, очень интересно. Я уже, конечно, задавала этот вопрос, но задаюсь этим все больше, что же может быть, когда все закончится, как можно переформатировать те решения, которые уже придуманы, и, наверное, это из штук, которые, ну, которые, может быть, стоит обсуждать и больше на это уделять внимание. Хорошо. Что у нас? У нас тут был какой-то вопрос по поводу... А, может быть, кто-то из спикеров и спикеров знает, есть ли какие-то CVTEC-продукты, которые как-то помогают правам человека, не только цифровым правам, да, но и как-то мониторить, либо защищать. Может быть, кто-то что-то такое встречал в своем опыте. Есть ли у кого-то ответ? Кажется, кажется, нет. Да, я думаю, что это тоже один из вопросов, но мы уже упоминали, какие это могут быть права. Это может быть там и право на здоровье, и право на передвижение, и право там... Ну, мы еще отдельно говорили про то, что могут быть большие проблемы у уязвимых групп, то есть это те люди, которые находятся в местах лишения свободы, в каких-то закрытых учреждениях, типа интернатов, психоневрологических диспансеров и так далее. И мы отмечали, что это могут быть проблемы с возрастом, с новашним насилием, но, кажется, каких-то решений конкретных пока что еще нет, наверное. То есть я знаю, что работают с те же горячие линии, и работают они сейчас гораздо больше. Из того, что я слышала от коллег, по крайней мере, в Беларуси, что обращений стало больше и случаев стало больше, но какие тут решения, я пока что, к сожалению, не знаю. Тут еще был вопрос от Павла к Вадиму. Исходя из анализа, какие челленджи нас ждут в ближайшем будущем, на чем нам всем стоит фокусировать усилия, чтобы максимально к ним подготовиться? Может быть, Вадим, у вас есть ответ на это? Так, сейчас я вас включу, только подождите минутку. На самом деле сейчас все ответы... Ну, я бы сказал, что готовиться стоило раньше. Просто когда еще месяц назад, например, я пытался задать такой в Фейсбуке вопрос, чтобы коллеги-журналисты действующие спросили у Минздрава, проверена ли разводка кислорода, например, какое количество аппаратов ИВЛ и есть ли тендер, мне представитель Минздрава написала, что я ипохондрий. Ну, как бы я сказал спасибо за уровень телемедицины в стране, но когда спустя 4 недели после этого вопроса в спешке начали открываться тендеры, выяснилось, что в какой-то там больнице где-то проблема с разводкой кислорода и прочее, но это уже было чуть-чуть поздно. Еще раз повторюсь, все было с большего понятно еще в январе, и почему люди не готовились тогда, то есть можно было... У Беларуси были очень хорошие, может быть, до сих пор хорошие стартовые возможности. Это и количество врачей на душу населения, количество мест, то есть сам принцип медицины, ну, я сейчас могу ошибиться, медицины-катастроф. То есть если в Америке точечно там доктор-хаус тебя лечит за много тысяч долларов и не рассчитано на массовые мероприятия, у нас и санаторно-курортное лечение. Ну, было много плюсов, ими можно было эффективнее воспользоваться. Что будет сейчас? Ну, прогнозировать... Видно по данным, что где-то вспышку удается сгладить. Но что случится после отмены карантинных мер, там, где кривая загибается, в смысле, в хорошем смысле слова, загибается, то есть она останавливается, рост смертей или случаев, сейчас прогнозировать сложно. Поэтому мне кажется, собственно, что большинство возможностей мы пропустили, но сейчас можно пойти... Все же мы знаем про угрозы экономики. Все мы видим, что уже происходит. Еще страшнее того, что произойдет через месяц, два и так далее. Поэтому, на мой взгляд, путь может быть действительно точечной защитки уязвимых групп и постепенное увеличивание мощности. Потому что действительно санатории есть, то есть можно организовать не такой госпиталь Неттингейл, как в Лондоне, замечательно, а сделать это на базе каких-то ледовых дворцов и так далее. Ну, важны ресурсы, деньги, данные нам будут говорить, правильно это или нет. Если данные будут правильные. Так что... Спасибо, Вадим, да. Такой очевидный классный вывод. Нужны деньги и ресурсы, а еще немножко времени. Данные, да, наверное, они врут. Это, конечно, интересно. Как бы вот данные вывести на этот вот передний план? Я не знаю, каждое утро всем показывает ближайшие и чуть дальнейшие выводы по данным, что у нас ждет, если вот вы говорите, что в январе уже было все известно. Это, конечно, интересно. Мне кажется, что до сих пор не все верят в опасность, там, не знаю, в какие-то угрозы, связанные с коронавирусом. А вот по вашим данным в январе как бы всем уже все было понятно. Но это уже, наверное, чуть-чуть отдельный вопрос, как донести до людей. Так, что у нас еще в чатике? Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, попробуйте поднять руку вот там, где список участников. Снизу у вас будет raise hand. Либо написать свой вопрос в чатик. Если кто-то хочет из наших спикеров и спикеров что-то добавить, тоже мне как-нибудь майкните, я вас включу. У меня просто нет этого, нет этой руки, поэтому я включусь сам, с вашего позволения. Слушайте, ну, я тут послушал, все суперинтересно, особенно вот этот опыт из самоорганизации, уже там попыток это все как-то структурировать, и работа с данными, и все остальное. Ну, вот вопрос типа, что из этого выстрелит, то есть какие, где залог успеха? Ну, то есть что поможет всем этим Civic Tech проектам, которых там, наверное, уже тысячи, хоть как-то поменять ситуацию? То есть мне кажется, что здесь важно было, ну, то, что важно называлось, да, то есть на это все тоже нужны ресурсы. То есть здорово за 25 рублей запилить там классный сервис для врачей, но если это масштабировать и выводить действительно на такую очень серьезную работу, то на это все нужны деньги. Деньги можно взять двумя способами, как минимум. Ну, то есть понятно, это может быть либо внешнее финансирование, там куча донорских организаций, которые готовы куда-то потратить свой бюджет, тем более, что семинаров у нас полгода точно не будет точных, будет что-то другое. Плюс есть еще внутренние системы, ну, то есть внутренние возможности, краудфандинг и так далее. Вот тут на примере Беларуси в первом случае, во втором есть проблемы. То есть первый случай это то, что, например, в Беларуси практически парализована вся система международной помощи, поскольку для того, чтобы получить хоть какие-то деньги извне, там, от каких-то международных фондов, нужно сначала, чтобы они поступили в департамент по гуманитарной деятельности, после этого нужно получить разрешение и так далее. Я не знаю, сколько должна продлиться эпидемия, чтобы эти деньги хоть как-то попали вот в этот период. Это как бы первый вопрос. Второй вопрос с краудфандингом. Все это здорово, но, опять же, в Беларуси есть ограничения, ну, все средства, которые, например, мы можем собрать для того, чтобы помогать врачам, мы с этих денег должны заплатить налоги. Все эти краудфандинговые платформы, они, опять же, собирают деньги только от белорусских граждан, которые находятся здесь, в Беларуси. То есть если даже диаспора захочет помочь, у них ничего не получится, то есть никаких международных переводов не будет. И это, конечно, серьезная слабость, то есть понятно, зачем это все делалось все эти годы, но сейчас есть, допустим, та же петиция, которая просит хотя бы на время коронавируса смягчить эти правила для того, чтобы их можно было хоть как-то находить деньги на вот такие вот срочные инициативы. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Но вот мне кажется, первый вопрос эффективности этого всего и, как бы, да, эффективности и масштабируемости. Первый вопрос – это деньги. А второй вопрос – насколько государство готово включать все эти сервисы в свою инфраструктуру, потому что, ну, как бы, если государство будет делать что-то параллельно, гражданское общество будет делать что-то параллельно, эти процессы никак не будут пересекаться и взаимодополнять друг друга, ну, я не знаю, что мы получим, но получим две какие-то, ну, так себе работающие параллельные системы. И вот здесь, да, нужно находить какие-то возможности для диалога. Ну, это очень банальные вещи, но, тем не менее, это так, на мой взгляд. Да, спасибо, Алексей, за ценные комментарии. Мне уж немного грустно стало от этого комментария, что вот я слушаю, да, в Беларуси такая вот ситуация, но мне кажется, что у коллег из других стран это все полегче происходит, к счастью, наверное. Что можно сделать с этим в Беларуси? Ну, вот пока что это такие решения, использующие Civic Tech продукты, это петиции и обращения. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ни у кого больше нет вопросов, я, наверное, предложу на этом заканчивать. Мы уже вот поговорили полтора часа, и, кажется, разговор был не самый скучный, а даже достаточно интересный. Я хочу сказать спасибо всем нашим гостям и гостям, и Татьяне, и Дмитрию, Вадиму, Павлу и Василине. Спасибо за то, что поучаствовали, за то, что рассказали все, что вы знаете. Если у вас будут какие-то пожелания, дополнения, и хотите с чем-нибудь поделиться какими-нибудь ссылочками, то присылайте нам. Мы все это включим в пост письмо всем, кто участвовал в презентациях, и всем остальным. Вот. Еще раз спасибо за разговоры. Будем тогда прощаться. Всем хорошего вечера, и, надеюсь, до скорых включений в наши новые ивенты. Спасибо всем, и до свидания.